Поехали, поехали. Привет, привет, Владивосток. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и как там погода, и чем ты занимаешься? Здравствуйте, меня зовут Наталья Астахова, я из Владивостока, сейчас в Приморском крае, в поселке Горные Ключи. У нас мороз и солнце, день чудесный, минус 30 и снег. Ну, ты позаду, 30 градусов, а? Да, было на днях 37 ночью, но сейчас потеплело. В общем, катаемся на лыжах, все хорошо, еще каникулы продолжаются. Я психолог. На лыжах? Да, на беговых лыжах и на горках. Лучший способ. Упражнения лыжник знаешь, да? Да, знаем делать лыжник, да. Ну, вот. Вот про ключи, если так вот сказать, да, что мне понравилось больше всего, это когда я 10 лет назад делала эти упражнения, мне познакомили, вроде бы все понятно. Ну, как бы делаешь, вот эти руки расходятся, сходятся, у меня не было проблем с этим. Но тут самое состояние потока, которое я, вот, словила, ну, поняла, что это в ключе, это случилось не так давно, где-то месяца полтора назад. И я благодаря этому поняла, что такое йога, как надо заниматься йогой. Я же все никак не помогла пойти в этот спортзал, чтобы заниматься. Они же вроде бы как говорят, а после этого кулачка, ну, то есть вот это состояние транса глубокого, ты входишь и в таком кайфе просто как в это, как просто как в это, под кайфом занимаешься йогой. И вот эти асаны, они не вызывают боль, вот этого сопротивления, вот этого. И ты растягиваешься, и получается красиво, и с удовольствием. Я даже тренера у нас очень крутой тренер в клубе научила, он говорит, так, интересно. Я говорю, ты представляешь, говорю, если так научиться, вот эта йога, да, хатха-йога у него, я говорю, если вот в таком состоянии, то совсем другое будет состояние. То же самое и цигун, то же самое и все другие методы. Если ключ имеешь, уже все остальное идет так легко, так хорошо, с таким кайфом, это очень здорово, да. Да, так вот 10 лет назад, когда я познакомилась, то есть я делала вот это механически, да, получается, механически. Ну, и то есть всегда нужно идти к автору, почему я и написала, почему. К автору он расскажет и покажет, и подключит, потому что это, это и есть секреты, которые, ну, машешь руками, ну и что. Ну, помахал, ну, зарядка, ну, легко ли, ну, как бы ни о чем, если честно. Ты представляешь, в учебнике, в учебнике по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева, там синхрогимнастика по методу ключ. И люди, которые видят у меня на Ютубе тоже. Ты на канале подписан на Ютубе? Угу. Ты видишь там, что не все понимают. Далеко не понимают. Да, некоторые думают, что это просто физкультура. А я постоянно повторяю одно и то же. Ну, надо, чтобы это услышать, надо же освободиться от штампов, стереотипов. Надо же понять, что это синхронизирующие движения, которые точно совпадают с твоим состоянием в данный момент их использования. У биорезоналов. Да, 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 да. А для этого, если вот эти пять упражнений там классические, это только как пример. А надо подбирать свои самые простые действия, которые ты можешь делать без всякого напряжения, без всякого усилия. Там есть зеленая зона. И подбирая эти простые действия, ты развиваешь креативность мышления. Вот это части вообще в мире нет. Что подбирая эти упражнения для себя, индивидуальные, ты развиваешь себя как личность. Этого вообще нигде нет. Ну, меня впечатлило вот это состояние, когда вот этот кулачок и в этом состоянии, то есть это вхождение. Это, по сути дела, якорение. В НЛП это понятно. Это для тебя кулачок, а для другого расхождение рук, а для третьего желтая болта. То есть подбирать надо. Я понимаю, но я это сделала. У меня получилось. И вот этот, ты ходишь как будто ты там в кайфе. Ну, ты входишь в кайфе, ну, тут вопрос как бы удерживать это. Я со своими учениками, я тренер по развитию памяти, внимания. То есть у меня группы, то есть мы занимаемся тем, что учимся учиться и, по сути дела, обрабатывать тексты, любую информацию. Вот это очень интересно, если ключ вот еще вот в этом контексте, вот так сказать, использовать. И я им даю эти упражнения, да, тоже люди. Такую же разминку. Руки расходятся, сходятся. Но у меня у всех сходятся, расходятся. Но у меня такие, может, такие... Я думаю, что ты уже сама прочувствовала, ты знаешь, какими словами объяснять. Да, ну, как бы все отпустили, руки пошли спокойно, да. Но через кулачок войти в состояние вот этой сверхобучаемости, чтобы оно было... Вот я так использую. Состояние сверхобучаемости, чтобы получилось. Давай, покажи, как ты это делаешь. Я когда это показывал, во-первых, когда я это придумал, я вообще думал, ну, как люди до этого раньше не додумались. И все, в принципе, люди делают инстинктивно. Они всегда это все делают. Вот это, вот просто ты и нашел. Я как специалист нашел, осознал, показал, человек подобрал, и у него получилось. И он тоже инстинктивно всегда это делал. И ты это всегда так делала. Может быть, не на кулачке, а на каком-то другом движении. Понимаешь, чем делать? Ну, давай, покажи сейчас, пусть все посмотрят. Давай. А я как-то не совсем готовилась к этому делу. Ну, не важно, не важно, за одну минуту. За одну минуту? То есть кулачок показать? Покажи наше упражнение, кулачок покручу, да. А, ну, для кулачка. Для кулачка, значит, мы сжимаем руку, то есть сам кулак, и делаем напряжение. Напряжение, да. Вот это напряжение, напряжение, напряжение. Можно до локтя, можно всю руку. А сами в это время чувствуем, вот, свет там и свободу внутреннюю, получаемся, иначе учимся получать удовольствие во время напряжения. Да, то есть мы научаемся использовать напряжение для расслабления. Через то, что мы сочетаем у себя в уме, в образе, напряженное состояние руки с представлением чего-то теплого, приятного, такого распространяющегося, светлого. И сразу начинаем ощущать, что мы можем так держать бесконечно, и никаких неприятностей нет. Потому что мы в этот момент входим в транс. Потому что мы сочетаем, не сочетаем. Это парадокс. Как говорил Пушкин, и гений парадокса вдруг. Как только мы шаблон разрываем, мы входим в транс. Ну вот это прекрасное состояние, я хочу сказать, даже вот, ну вот как я делаю, да, с своими там, с разными людьми. У некоторых спина прямо говорит, все, спортсмен там, спина говорит, блоки чик-чик-чик уходят. Такое расслабление мышц спины. Вот, круто. Вот, ну у меня это я использую как бы для йоги. И вот это состояние, которое вот я давно искала, то есть с гипнозом знакомо, да, вот этот самый гипноз, как туда войти. Так это вот самый простой способ войти в самый гипноз, состояние. Ну, ты пришли мне свои хэштеги. Мы поставим под этим роликом все твои данные. И всех их там во Владивостоке, и йоги научишь, и отцу научишь, и многим другим делам будешь соединять их с ключом. Конечно. Ну, у меня, ну, допустим, у меня вот сейчас была речь с клиенткой из Америки. А вот у нее, выяснилось, что у нее шея прямая. Ну, то есть, вот, позвоночник вот так вот встал, и поэтому, она еще когда узнала, еще больше заболела. Вот, и вот сегодня она делала у меня вот так вот пальчики, ушки, про голове. Раз там, это, голова прошла, шея осталась. Я говорю, ну, надо дальше продолжать заниматься. Надо ей показать еще эти, как руку на руку кладут, чтобы кисть была свободна. Ну, у нее, у нее там это, пока еще, ну, такая болевая, я просто, такая скорая помощь получилась. Молодец, молодец. У нас время ограничено, я тебе очень благодарен. Давай мы тебе сейчас поможем тем, что поставим твои данные. Тем самым распространим твои знания во Владивостоке и дальше, и в Америке, где хочешь. Не забывай говорить, что у меня тут ключ, не забывай делать ссылки, потому что в йоге, например, все упражнения имеют свои названия. И в ключе тоже имеют свои названия. Клёс, лыжник, шалтай-балтай, ключевой стрестес, кулачок, там и все прочее. А вот у меня такой вопрос. Вот это как бы понятно, но вот на новогоднем, новогоднем марафоне, который вы делали, там девушка вошла прямо в такой транс, когда все стало из нее выходить. Вот у меня такого не было, то есть я бы хотела бы вот туда бы пойти бы. Вот в это вот... Пожалуйста, в скайп зайдешь, мы с тобой за 10 минут все это сделаем. Надо просто договориться по времени, я же в Москве живу. Ну, я в Владивостоке плюс 7, да, то есть у вас ночь, у нас день... С день 2, пожалуйста. Да, и мне бы, конечно, хотелось бы, да, вот научиться вот этому глубоко и понятно, чтобы... Так-то я понимаю, о чем речь, и могу... Ну, тут нужно проучиться так, чтобы это... Поэтому я и позвонила узнать, как это вот я там... Пожалуйста. А еще есть у меня специальная подготовка для специалистов. Это... Ну да, вот это какие... Это другой формат, это другие условия, другое время. А лично для тебя? А лично для тебя? Я в скайпе просто подарок сделаю, потому что ты хорошая девочка. Давай. Благодарю. А если для условий, для специалистов, это как? Там надо обсудить, обсудить надо. Когда в скайпе будем разговаривать, я тебе отвечу на все вопросы. Там есть очень важные вопросы, которые надо обсудить. Ну, я понимаю, там есть детали всегда, есть нюансы. Все как специалистов обучают, да. Там есть моменты. Потому что в методе есть такие вещи, которые никому нельзя давать. Это в ключе два. Там есть такие вещи, потому что изобретают там себе такое люди вообще. И атомную бомбу изобретут, и что угодно изобретут. Потому что там развивает такое мышление изобретательское. Очень мощное. Я поэтому даю дозированный кусочек. А мне, если для меня сейчас важно начать действовать, потому что какой-то Новый год, и мне нужно, ну, что-то какое-то, вот это творческое мышление. Проблема у специалистов, у многих моих коллег, это начать действовать. Вот, допустим, в интернете. Я понял. Какие-то делать. Вот это. Я тебе помогу. Хорошо. Вот я... Выйдем еще раз на скайп, отдельно поговорим. Окей. Хорошо. До встречи. Хасай, благодарю. Всего доброго. Пиши свои данные, какие ты хочешь, чтобы мы под роликом в описании поставили. Хорошо, я... Если ты хочешь, чтобы люди к тебе обращались. Ну, хорошо, хорошо, да. Всем помогай, давай. Неожиданно, но приятно. Спасибо вам большое. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо.